Встречи Борисовского Баты и столичного Динамо заслуженно носят название белорусского классика. Самые успешные команды страны оспаривают пальму первенства столь бескомпромиссно, что любая их дуэль превращается в шоу, вне зависимости от положения клубов таблицы или статуса матча. Однако бывают ситуации, когда антагонисты объединяются ради благого дела и выступают единым фронтом. Так случилось, например, в первый день зимы, когда футболисты Борисова и Минска приняли участие в социальной акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Тем не менее, без состязательного драйва не обошлось. Да, звезды Динамо и Баты, основную часть шоу, проходившего в торговом центре Ленинград, посвятили мастер-классу для подрастающего поколения. Однако, когда настала пора в игровом формате выяснять, кто лучше исполняет пенальти или владеет обводкой, в футболистах чуточку, но проснулся состязательный дух. В лучших традициях классика Александр Глеб, Виталий Родионов, Владимир Корытько, Роман Бегунов и многие другие ответственно набрались за дело, чтобы порадовать болельщиков. Противоборство Динамо и Баты в таких вещах, оно азарт какой-то пробуждается? Вот в конкурсе пенальти или там в конкурсе триблинга? Ну, здесь, наверное, в меньшей степени, конечно, чем на поле. Не та обстановка. Но, понятно, в любом случае есть противоборство Баты и Динамо, поэтому даже, наверное, здесь в какой-то малой степени, но оно есть. Однако, замыкаться на погоне за победой, как это обычно бывает в боевом режиме, спортсмены нынче не собирались. Наоборот, ребята всячески вовлекали публику в шоу, для чего устроили всем желающим импровизированную тренировку с призами для самых старательных. Ну, а после финального свистка официальные грани между участниками матча и зрителями стерлись вовсе. Представители что одной, что другой команды облепили болельщики с целью взять автограф или запилить селфи. Ну, я считаю, что эти мероприятия, конечно, так же важны, как и поездки в детские дома. Мы привлекаем внимание людей, общественности к этой довольно такой сложной проблеме. И это, наверное, наша такая задача, как все-таки медийные мы личности. И хорошо, что такие акции проводятся. Отметим, что на протяжении мероприятия каждый посетитель торгового центра мог сделать эспресс-тест, дабы узнать свой ВИЧ-статус. Кроме того, все, кто останавливался в зоне активности хотя бы на несколько минут, так или иначе, но становились участниками призовых розыгрышей либо конкурсов. Кульминацией же программы стал флешмоб, где каждый небезразличный к борьбе со СПИДом оставлял на руках послание с надеждой предотвратить развитие ВИЧ-инфекции. Это социальный пиар. Безусловно, это пиар, но социальный. И я очень благодарна сегодня ребятам. Я впервые с ними участвую в акции «Всемирный день борьбы со СПИДом». И как здорово, что они нашли время, потому что детки забивают голы, я забиваю или не забиваю. Это неважно. Сегодня уникальный момент, когда Баты и Динамо занимаются профилактикой. Они не воюют. Как было бы прекрасно, если бы так был устроен мир, да, что мы бы все объединились. Я даже запуталась, с каким футболистом я разговариваю, с какой командой. Потому что я так уверяла, как важно пройти тест на ВИЧ и показать им это, публичным людям, у которых сотни, тысячи, миллионы поклонников. Конечно, их задача в том числе показывать хороший пример. Как говорят дурному, все учатся сами. А хороший пример показывают эти красивые, здоровые ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok